И читая отрывок из Синайского закона из Тора, мы видим, что Всевышний не оставляет греха без чего? Он определяет некоторые законы, и он говорит, что без пролития греха, крови, извините, не бывает чего? Другими словами, он говорит, послушайте, кто-то должен по-настоящему умереть, для того, чтобы мое желание справедливости было удовлетворено, кто-то должен что сделать? Умереть. Ничего не вспоминается, нет? Не вспоминается язычество его представления? Я не говорю об ужасных жертвах человеческих и обрядах, я говорю о другом. Когда мы говорили о том, что язычники воспринимают Бога через призму чего? наказания, то здесь мы видим точно такого же Бога, который может восприниматься достаточно легко через призму наказания. Он удовлетворен в своей справедливости только тогда, когда кто-то наказан или умирает, или не человек так, животное, но он добрый Бог, поэтому он говорит, ладно, ты можешь не умирать, убей скотинку. Понятно, о чем у него речь? То есть, Бог в данном случае, написано, что он не оставляет без чего? Без наказания. Мои хорошие, не оставляет без наказания. А значит, Бог воспринимается как тот, кто что делает? Наказывает. То есть, такое представление соответствует представлению кого? Язычников. Язычников. Понятно, о чем я говорю? И некоторые могут сказать, эй, дружище, так все было это так только во времена Синайского закона, а сейчас Бог стал каким? Добрым. Угу. И изменился. Послушайте. Я верю в то, что он, собственно говоря, не меняется. Ну, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он непоколебим, он неизменим, и он никогда не изменится. И здесь вопрос, насколько мое представление до сих пор какое? Языческое. Восприятие Бога через призму наказания – это языческое восприятие. И когда мы рассматриваем о жертве и говорим о жертве, то мы должны понимать следующую вещь. Мы должны решиться чего-то ценного, чтобы показать ему, что мы действительно что делаем, сожалеем о том, что мы сделали. Да? Мы должны решиться чего-то ценное, чтобы показать ему, что нам по-настоящему стыдно. Ну, есть такое у нас, да? Когда мы провинились перед другим человеком и чувствуем, что нам как-то неудобно, мы хотим ему что-то подарить. Ну, хорошо, что ты сделал. Спасибо. Я пошутил. Мы хотим что-то ценное ему дать, да? Мы хотим как-то проявить свое чувство, да, что нам неловко, и мы выражаем это в каком-то подарке, да? Но, с другой стороны, то, что вы дарите, оно ему надо? Смотря что дарит. Смотря что дарит. Ага. Я понял. В Иове, 41 главе, 3 стих. Иов, 41-3. 41-3, книга Иова. Кто предварил меня, чтобы мне воздать ему? Все под небом? Все мое. Все под небом. Кому принадлежит? Ему, да? В Римлянах, 11-35. Мысль приблизительно та же самая. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Римлянам, 11-35. Ну, все, короче, ему принадлежит. Никто ему наперед ничего не даст, чего он прежде не получил от него. Чего вы ему можете дать, чего он вам не дал наперед. И, значит, получается концепция несколько другая. Мы лишаем себя чего-то дорогого. Отрываем от себя, так сказать, последнее. А оно ему не нужно. Ну, как бы, зачем оно ему? Мы насилуем себя. Пытаемся ему угодить. Приносим ему то, что ему не нужно. Ну, какой смысл отрывать от себя и давать тому, кому это не очень надо? Чтобы любить его больше? Ну, послушайте, я нормальный человек. Вот я, у меня есть некий процесс. Я иду к кому-то на день рождения. И когда я иду к кому-то на день рождения, как правило, с этим связан некий мыслительный процесс о выборе подарка. Вы думаете? Думаете, да? Это такая проблема, это вы мне говорите. У меня это иногда неразрешимая проблема. У меня эти вопросы решает жена. Она тоже страдает, мучается, но решает. Что кто-то из двух должен, что все-таки. Ну, и потом, когда мы что-то придумали, иногда этот процесс до того, иногда процесс во время того, как мы идем по магазину происходит. Ну, что-то происходит, да? То есть мы думаем, мы это выбираем, идем в магазин, или в магазине думаем и выбираем, либо до магазина думаем, потом выбираем. Ну, как-то так, да? И вот мы совершили этот тяжелый умственный процесс. Мы пошли такие, сделали мужество, подошли в сторонку, поплакали, потом подошли к кассе, рассчитались. Деньги же надо отдать было опять-таки. Думать это полдела, потом деньги платить. Ну, все. То есть оторвали от души все-таки. Сейчас, подождите. Это чуть позже. И вот вы направляетесь к своему другу с тем, что вы уже выстрадали, что уже все равно заплачено. И вы думаете, да? Ну, как он, собственно говоря, ну, обрадуется тому, что вы... Ну, вы думаете о том, что будет ему приятно или нет? Вы же подарок делаете для того, чтобы ему что было. Приятно, да? Вы приходите, он говорит, ой, как хорошо, что ты пришел, да, все классно, молодец, что ты пришел, вот тебе подарок, спасибо за подарок. Ну, вот туда положи, там уже много таких. Как вообще ощущения? Я понял это на своей шкуре, что так делать нельзя. То есть мне было лет семь, ну, в то время, в общем-то, день рождения детей справляли не в Макдональдсе. Не было Макдональдса, да. Тогда, когда я рос, не было в Макдональдс. Их справляли не там. Обычно приходили на день рождения детей взрослые. Ну, друзья, папа и мамы. Иногда они приходили с детьми, иногда и без детей, то есть. То есть... И, ну, понятно, что подарки дарили виновнику торжество, а потом у них было свое торжество. Ну, это нормально. И вот мне было, по-моему, семь лет. И тогда игрушек было не очень много. И на тот момент времени папа меня начал приобщать к авиамоделизму, модельке самолетиков. И на территорию Советского Союза завезли первую такую модель производства ГДР. Называлась Ан-24. Кукурузник? Нет. Ан-2. Это был кукурузник. Ан-24 – это двухвинтовой самолет. Ну, все хорошо. Ну, это была вот тока-тока. Пик. Хит, можно сказать. Навьё. Только завезли. И мне, значит, подарили родители эту модель. Я был несказанно рад и счастлив. И потом начали приходить кто? И первый, кто пришёл, подарил мне… Второй сделал тоже. Я уже третьему сказал «спасибо, у меня уже есть». И поэтому я представляю, что я пережил. Папа вежливо меня позвал в соседнюю комнату и сказал, что… Не, он не сказал ещё раз. Он просто сказал «не надо». То есть он мне объяснил, что «не надо», потому что их было всего семь. То есть папа догадался, что на этом всё может не закончиться. И что я скажу четвёртому – неизвестно. Поэтому он, предваряя это, сказал, что «не надо, сынок, расстраивать людей. Радуйся, мы потом что-нибудь придумаем». Что с этим со всем счастьем делать? И вот как-то с раннего детства я понял, ну, что человек, которому говорят «пойди, положи, там уже есть», он переживает какие-то неприятные эмоции в своей душе. Ну, как-то неприятно прийти, знаете, долго искать, ну, вот, хотеть что-то подарить, а тебе говорят «иди, положи, там уже лежит такое». Лучше деньги подарить. Ну, тут уже пошли практические советы, как правило, выбирать подарки. Да, я воспитывался в бывшем Советском Союзе, тогда денег не дарили. Я не про это. Мне в моем детстве повезло значительно меньше, значит. Мне не дарили. Мне денег не дарили. Мне дарили подарки, и, в общем-то, я был всегда рад и счастлив. До первого класса, даже, наверное, до второго и третьего, где-то в третьем классе я уже понял, что нет. А так я свято верил в Дедушку Мороза. Потому что он мне всегда дарил то, что я просил. У меня в январе месяце, день рождения, да. И мне дарил Дедушка Мороз на Новый год подарочки. Потом на день рождения мне дарили подарочки. А я родился в святой вечер, вышел. У меня все нормально было в детстве. То есть я нормально получал. И я писал ему всегда письма, а он мне всегда подарок с письмом тоже присылал. Я потом понял, что почерк был. Да. Это я чуть-чуть позже понял. Но когда мне сказали, что его нет, у меня такое впечатление было, что мне плюнули в душу. Деньги он мне, короче, не присылал. Он мне всегда подарки. И у меня был длинный список, который, в общем-то, родители всем не обеспечивали. То есть мне деньги были, в общем-то, ни к чему. Я воспитывался вот так. Без денег обошлось. Все нормально было. Деньги появились чуть-чуть позже. Потом это все плохо закончилось. Зачем? А? Ладно. Это долгая история. Итак. Нам неприятно. Когда мы приходим, а даем кому-то что-то, а оно ему что? Не нужно. Послушайте. Мои хорошие. Задумайтесь на секундочку. Все, что вы приносите ему, оно ему что? Не нужно. И вообще, по большому счету, если мы серьезно поговорим, то нам такое не понравится. То есть мы хотим ему что сделать? Приятное. Приятное. Угодить. Мы от себя отрываем что-то, что ему не надо. Мне такое вообще не нравится. Не, мне не нравится. Ну хорошо. И тогда получается, ну в общем-то, какая-то такая, знаете, картина. С одной стороны, он не оставляет без чего, без наказания. С другой стороны, ему еще надо угодить. А то, чем мы ему угождаем, оно ему не нужно. Взаимоотношение с таким Богом вообще впечатляет и вдохновляет. Но вы не поверите, большинство христиан так его воспринимают до сегодняшнего дня. То есть они понимают правила игры. Игра такая, чтобы не быть наказанным, надо на всякий случай что сделать? Покается. Каюсь, каюсь, отрекаюсь, Святым Духом наполняясь. Может пронесет. Но не факт. Потому что, ну конечно, мы в Новом Завете, поэтому может пронесет. Если бы в Ветхом были, точно бы не пронесло. А в Новом пронесет, поэтому лучше покаяться и еще что-то пожертвовать. Ну, чтоб наверняка. Но тоже не факт. Потому что бывали прецеденты, что и каялся, и жертвовал, а все равно получал. Раздачу. И что делать вообще с таким Богом? Что вообще делать с таким Богом, который не оставляет без чего? Без наказания. Так непонятно как. Ему же ничего не надо. Если бы узнать, что ему надо, так мы бы с удовольствием ему ждали бы. Так он же заранее предупреждает. Он говорит, кто мне дал наперед. Ну так, на всякий случай. Он же сразу предупредил. Он говорит, никто мне не дал наперед. Чтобы я должен был что? Воздать. Потому что люди по большому счету ищут того, чтобы ему дать, чтобы он должен был воздать. А он говорит, не получится. Постараться можете, но не получится. Понятно, да? Поэтому, внимательно читаем различные переводы. Внимательно читаем различные переводы. А все того же. Правильно. Исход 347. Ну, Синодально вы внимательно прочитали. Я прочитаю теперь перевод Санчина. Прощающий грех и непокорность и заблуждение. Запомнили слова. Грех, непокорность, заблуждение. И очищающий раскаивающегося, но не очищающий нераскаивающего. Припоминающий вину отцов их детям и внукам до третьему и четвертому поколения. Перевод Дирша. Перевод Дирша. Грех, прощающий неправедность, возмущение и легкомыслие. И все же не спускающий. Ну, вторая часть третьего и четвертого практически не меняется. Гурфинкель. Снимает вину и преступление и прегрешение, но без кары не оставляет. Иосифона. Прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Сейчас разберемся. Итак, пока мы здесь видим грех, непокорность, заблуждение, вина, преступление, прегрешение, неправедность, возмущение и легкомыслие. Вина. Сколько слов передает поступок совершенный человеком? Один или разный? Разный. Теперь мы посмотрим, что написано на иврике. В первом случае, а вон. Что это такое? Грех совершенный преднамеренно. Вон это то, что связано с физиологией человека. Грехи, связанные с физиологией. Повторяю. Грех совершенный преднамеренно. Когда вы говорите грех, связанный с физиологией, меня интересует, это преднамеренный грех или нет? Физиология топически захотелось сделать. Еще раз. Обращаю внимание на вас, что смысл этого слова говорит о том, что грех совершался преднамеренно, то есть осознанно. Вы просто с этой точки зрения потом подойдете к преподавателю иврита и уточните, что имеется в виду в этом месте Писания, когда употребляется слово. Потому что, когда мы смотрим по переводу, написано в первом случае, грех, неправедность, преступление. Понятно, да? То есть имеется в виду осознанное действие. Пеша. Открытый бунт против Всевышнего. И третье слово хата означает нарушение закона по ошибке или незнанию. На самом деле здесь три слова стоит, которые обозначают различные формы преступлений против Бога. Осознанного бунта и греха по незнанию. То есть осознанного действия нарушения закона, открытый бунт против Бога и незнания. И все это Бог прощает. Да. Да. Там буквально написано, что в случае покаяния, да. Хата. Опять, у преподавателя иврита надо уточнить произношение, ударение. Потому что в различных, вообще в различных источниках, а ну русская транскрипция и слова различные. Поэтому за произношение я... Может быть. Корень единый тоже. Итак, можно увидеть, что прощение даровано за различные поступки, преднамеренные, продиктованные открытым бунтом, совершенные по ошибке или незнанию. Прощающий грех иврит Насе Авон тому, кто раскаивается. Тому, кто раскаивается, он возвращает первоначальную чистоту. Итак, важный момент. Не человек приобретает, а Всевышний возвращает первоначальную чистоту. И, в общем-то, достаточно много мыслей появилось у мудрецов, размышляя над этим стихом. И у нас, в общем-то, может достаточно много появиться светлых мыслей. Потому что он относится очень специфичным образом, этот образ милости, независимости от степени и тяжкости вашего поступка. Потому что, ну, как бы по-человечески мы говорим, ну, если он поступил по незнанию, то можно простить. Но если он поступил так по знанию, преднамеренно делая назло, то о каком прощении идет речь? Ну, Бог говорит, послушайте, я прощаю, если вы каетесь любой вид вашего приглашения. В Тратакте Йома 86а Оставит быскара раскаивавшихся и не оставит быскара тех, кто не раскаялся. Разницу. Говорится о том, что он оставит без наказания тех, кто раскаялся, и не оставит без наказания тех, кто... Венаке Ло Янаке Буквально очищающий, не очищающий. Здесь опять-таки идет речь о том, кто очищает и кто не очищает. И это не зависит от желания человека. Очищение полностью находится в воле Всевышнего. Итак, здесь можно видеть некоторые моменты. Здесь есть раскаяние, покаяние, чуа. С другой стороны, есть процесс, который называется прощение, очищение и освещение. Это с одной стороны. Это Всевышний. С этой стороны. Знание. Осознание. Сожаление. Решение. Решение. Исповедание. Поступки. Это человек. Понятно, да? Понятно, да? Исповедание. К сожалению, мы иногда очень много говорим об только исповедании. Но процесс швы, это достаточно, в общем-то, длинный процесс, не сводящийся к единовременному исповеданию. И при этом в момент исповедания не наступает все это. В момент исповедания наступает вопрос, который называется... Понятно, о чем вы говорите? То есть правильность останавливается после полного опыта. Да? Вопрос... Вопрос наказания может быть частью... Процесса. Чуй. Это одна сторона. Это одна сторона. Другая сторона. Восприятие греха через призму... И восприятие греха через... Взаимоотношения. Две призмы восприятия греха. Одна призма восприятия греха как наказание. Другая как развив взаимоотношений. Если мы смотрим на это... Это один вопрос, языческий подход. Если мы смотрим на этот, то чу-ва... То чу-ва это восстановление отношений. Принципиально два различных подхода. Разница понятна? Разница понятна? Взгляд на грех через призму наказания, языческий подход. Взгляд на грех через разрыв взаимоотношений, подход израиля. Разница понятна? Избежать наказания. Избежание наказания. Причем нужно понимать для себя некоторые вещи. Мы сейчас будем достаточно много находиться в рамках Синайского закона. И мы будем смотреть на то, что было предусмотрено в Синайском законе. То место, которое мы разбирали, невероятно по своей сути. Потому что, когда мы будем смотреть в Синайский закон, то мы узнаем, что не все грехи предусматривали вообще принесение жертв и покаяние. Не все грехи предусматривали принесение жертв и покаяние с точки зрения Синайского закона. Поэтому то, что написано в исходе, являлось невероятной милостью по отношению к евреям. И милость, она превозносится над судном. И Бог оставляет за собой право миловать. Бог оставляет за собой право миловать кающегося грешника. Но опять, покаяние не сводится к тому, к той форме, к которой мы привыкли. Каюсь, каюсь, отрекаюсь, Святым Духом наполняюсь. Все, он должен меня простить, наказание не должно присутствовать в моей жизни. Ну, он уже по принципу должен. Я же покаялся. То есть покаяние не сводится к простому исповеданию. Угу. Угу. Итак. Ну, в рамках обсуждаемой темы остается не отвеченным на вопрос, нужны ему жертвы или нет. Нужны. Нужны. Зачем? Нужны. Зачем? Нужны для нас самих ему. Так, нужны ему или для нас самих? Любви кому-то. Угу. Угу. Еще раз. Ну, вот есть жертва. Она ему нужна? Угу. Угу. Я не спрошу, что она показывает. Я спрошу, кому она нужна. Она не нужна. Она не нужна. И Богу не нужна. А зачем оно ему? Не нужны. Она ему не нужна. Он сам говорит, что мне не нужна. Господин Иванович. Бог уже ответил. Я знаю, что он сокрушен. Сердце помоленного, ты не призывай. Не нужны, а он нужны. Там... Нужна, да. Слава слово, я получил... Нужна, да. То есть, он в этом нуждается. Он не нуждается, то его оттарается. гиви ты помидоры любишь кушать да а так нет нужна или нравится я же спросил нужна или нет и так мудрецы говорили для того чтобы сердце раскрылось необходимо чтобы прежде раскрылся карман очень сложно сразу записывать правильно для того чтобы сердце раскрылась необходимо прежде раскрыть свой карман то есть принести карбан 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 жертва не карман не я не про карма мы для того чтобы сердце раскрылась необходимо принести карман раскрыть карман ну то есть принести карбан карбан от слова однокоренного какого карав близкий в иудаизме жертва понимается как средство приближения и так был такой дядя звали его абарнель абарбанель и цхак бен ягуда абарбанель так вот он говорил следующее жертва принимается как средство приближения ко всевышнему принесение жертвы мы должны представить существо благодарности и раскаяния в совершенном поступке и сам процесс принесения жертвы должен приблизить мысли и чувство человека осознание восприятие божественного присутствия в мешкании а затем везде и повсюду другими словами этот мыслитель средневековья который жил в испании он говорит о том что принесение жертвы принесение дара это то что приближает нас и слушать средством приближения к всевышним или как мы говорили восстановлению взаимоотношений жертва не является конечным пунктом а восстановленные взаимоотношения является то для чего мы ее приносим и это ну коренным образом отличается от всего того о чем мы говорили раньше здесь жертва нужен для меня если я хочу восстановить взаимоотношения в языческих жертвах может спокойно отсутствовать элемент веры и жертва может приноситься на всякий случай на всякий пожарный случай даже неведомым богам в нашем случае принесение жертвы без веры в того кому мы ее приносим лишено всякого смысла если жертва направлена на восстановление взаимоотношений то восстанавливать взаимоотношения с тем в кому ты не веришь ну это лишено всякого смысла поэтому принесение жертвы всевышнего всегда связано с чем с верой приносящего понятно почему послание к мессианским евреям написано а без веры богу угодить невозможно ибо надобно чтобы приходящих богу вера он что он есть и ищущим него он опять опять с точки зрения логики фразы лишена смысл с точки зрения языческой логики фраза не лишена смысл то есть как человек рассуждать если я прихожу к богу то я что делаю верю верю что он есть если бы я не верил то приходил бы я нет а всевышний говорит послушайте нужно чтобы приходящий веровал и это то что происходит до сегодняшнего дня мы можем встретить массу людей приходящих к примеру православные храмы приносящих какие-то жертвы ставящих каких-то свечки но по сути являющимся кем не верующими людьми мы можем встретить людей которые приносят достаточно большие жертвы в православный храм в мечеть и в синагогу ну чтобы где-то ему досталось чтобы как-то ему что-то принести то есть на всякий случай верующий человек нет и всевышний говорит нужно чтобы приходящий ко мне веровал что я есть потому что вера это есть выражение взаимоотношений без взаимоотношений вера становится абсолютно пустой на всякий случай когда мы говорим о вере в нашего бога мы говорим о взаимоотношениях которые мы имеем без взаимоотношений наша вера пустой звук без взаимоотношений с ним наша вера ничем не будет отличаться от веры язычников Вся основа нашей веры – это взаимоотношение с Творцом. И Он говорит о том, что Я буду обитать среди вас, обитать среди нас и не иметь с нами общения. Он говорит, моя душа не возгнушается вами, и Я поставлю свое жилище среди вас и буду обитать среди вас. Присутствие Творца было необходимым для нашего народа. И когда Он сказал Маше, иди, но я сам не пойду, Маше сказал, куда мне идти? Чем тогда я буду отличаться от всех остальных, если тебя не будет со мной? Никакого смысла. Если его не будет с нами, то мы ничем не будем отличаться от любого другого народа и от любых других веров. Все, что отличает истинного верующего от всех остальных – это общение с Творцом. Без общения всякая вера лишена смысла. И жертва на самом деле – это выражение внутренней потребности в общении. Жертва – это выражение внутренней потребности в общении. И жертва, она удивительна тем, что материальные вещи превращает в духовное общение. Когда материальные вещи могут превратиться в духовное общение. В таком случае жертва – это то, что необходимо мне, а не ему. Это то, что является моей нуждой, моей потребностью и отвечает моим нуждам. Это не то, в чем нуждается Творец. Акценты переносятся несколько в другую плоскость. Это не то, что я пытаюсь угодить ему и дать ему то, что ему необходимо. Это то, что является удовлетворением моей нужды, моей потребности в общении. И жертва прежде всего показывает мне искренность моих намерений. Жертва показывает мне искренность моих намерений. Жертва показывает мне на самом деле ценность общения с ним. Не заплатив цену, мы не узнаем, насколько нам это ценно. Не заплатив цену, мы не узнаем, насколько для нас это ценно. Размера мы не узнаем. Достаточно простой пример. Хорошая черта. Вы хотели бы иметь такую? Это ценно было бы для вас? 100 долларов. Ну, это же ценно для вас? А за тысячу? А нет, вопрос не в том, сколько у вас было бы, а в том, что вы готовы заплатить. Если бы у вас был миллион, я бы попросил два. Вопрос, до тех пор, пока вы не заплатите, вы не поймете, насколько это вам нужно. Мы часто видим людей, которые говорят, послушайте, я хочу это иметь. Мы говорим, нет проблем, надо заплатить. Они говорят, не, подожди, а можно бесплатно? А можно не за столько, а вот за столько. Когда вопрос идет ценности, то иногда цена не имеет значения. Если эта вещь действительно обладает ценностью, то вы готовы расстаться со всем, что вы имеете. Продал имение и купил жемчужину. Продал все, что имел. Это была ценность. И мы помним о том, что отдавая, мы рассчитываем получить что? Больше. Мы платим меньшую цену для того, чтобы получить больше. Мы платим все для того, чтобы приобрести больше. Мы жертвуем тем, что у нас есть, для того, чтобы приобрести больше. Потому что то, что мы приобретаем, мы ценим больше, чем с тем, что мы расстаемся. Понятно, да? То, что мы приобретаем, мы ценим больше, чем с тем, чем мы расстаемся. И поэтому, когда я говорю 100 долларов, вы понимаете, что ну как бы нереально. То, что вы приобретаете, стоит что? Меньше. Поэтому, он говорит, ценная штука, но не настолько. Понятно, да? Поэтому, когда мы говорим о нашей вере в него, когда мы говорим о наших пожертвованиях, когда мы говорим о наших жертвах, о наших деньгах, мы говорим, так, подождите секундочку, все, что ты говоришь, хорошо, но деньги я ценю, что? Больше, чем то, о чем ты говоришь. Такое тоже мы встречаем. Мы встречаем таких верующих, которые говорят, послушайте, денежки я ценю больше, чем то, о чем вы говорите. Поэтому слушать вас приятно, хорошие ребята, но платить цену, извините. Ну, Иисус вот заплатил цену, да, и заплатил цену, и то, что Он, как бы, как сказать, искупил нас, искупил, и дал, как бы, мне это даром. Да? Ну? Ну, и, ну, я хочу, ну, прокомментировать, да. А, дал вам как? Даром спасения. Даром спасения. Ну, заплатил за него и дал мне его. Дал его вам. Скажите, пожалуйста, Он дал его вам, чтобы вы что с ним делали? Что с ним делать? Надо понимать. Пребывал в спасении. Окей. Нахожу в спасении. Окей. Хорошо. Надо понимать некоторые вещи. Есть свобода от А есть свобода? Вы получили свободу. А вы ее для чего получили? Вы ее получили в никуда или для чего-то? Для чего? Свобода в никуда – это беспредел. Понятно, да? Свобода в никуда – это свобода в беспредел. Это свобода безответственности. Но вы на самом деле были раньше тем, рабами греха. И были, вы не поверите, в следствии свободны от праведности. Но став рабами праведности, вы стали свободны? Что-то поменялось? Арабство. Следующий момент, о котором неплохо было бы вспомнить. Евреи, придя к горе Синай, они сказали ниже следующее. «Сначала сделаем, потом…» Еще раз. «Сначала сделаем, потом…» «Поймем». «Поймем». Или «Сначала сделаем, потом услышим». «Придя в Новый Завет». Последовательность изменилась? Нет. «Сначала сделаете, потом поймете». Иоанна, 8 глава. Иоанна, 8 глава. 31 стих. «Тогда сказал Ешуаку, верующим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, мы ученики». Он требует чего? Пребывания. Что такое пребывание? Пребывание. Пребывание. Если вы сначала делаете, потом не делаете, вы пребываете? Ага, это постоянное действие. Говорит, если вы постоянно будете пребывать или исполнять Моё Слово, то вы будете для начала Моими учениками. И тогда, как процесс пребывания, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Сначала сделаете, потом поймете. Ну, написано. Если вы пребудете, то познаете то, что? Знаете. А если вы не пребудете, то вы извините и не узнаете. Итак, скажите, пожалуйста, вы должны платить цену, делая? Не всегда цена выражается в деньгах. Правильно? В данном случае цена выражается в послушании, в посвящении, в исполнении заповедей, иногда лишении собственного имущества, иногда, извините, лишении жизни. Это не цена? Так он же вам дал все даром. Да, это отдельная история. Так это не цена, которую вы должны платить? Ну, как бы сказать, прощение даром. Да, абсолютно даром. То есть вы получили прощение даром, вы за него не заплатили. Но теперь это значит, что вы в будущем ничего не должны делать? Нет, ну да, конечно, я не должен. Ну, если люди покаялись, сразу умерли, ничего не сделали. Ничего не сделали? Ну, попали в район. Еще раз. Ну, если люди покаялись, ничего не сделали, и, ну, вот, дошли к Богу сразу. Да. Абсолютно с вами согласен. Но скажите мне, пожалуйста, когда вы говорите о том, что вы получили даром спасения, и его, собственно говоря, не зарабатывали, не платили цену, вы имеете в виду свой дальнейший образ поведения, или вы имеете в виду то, что вам даром было получено спасение? А очень просто. Когда мы говорим о том, что спасение нам дано, в общем-то, не по нашим делам и не по нашим заслугам, мы говорим о том, что будет формировать наши поступки в будущем? Ведь когда я говорю о жертве, ну, мы же говорим о жертве, да? Мы говорим о некой жертве, которую я должен заплатить, о некой цене, которую я должен платить, я должен производить, я должен делать, и это нужно мне. Ты говоришь, так, все хорошо, это все отлично. Все это хорошо, хорошие слова, все правильно. Но я же не потому, что я, а потому, что он, и он заплатил цену. То о чем мы говорим? К чему это высказывание? То есть, я говорю, нужно, нужно платить цену. Вы говорите, ну, в общем-то, логично, все правильно, хорошо. Только у меня есть вопрос. А он заплатил? Я говорю, да, конечно, заплатил. Ну, а зачем был вопрос? Уточнить, заплатил ли он, или он как-то был связан с тем, что я говорю? Правда заключается в очень простой вещи. Когда люди спрашивают о его цене, они подразумевают, что мы не должны ее платить. Мы не должны платить ее за спасение. Это да, но когда вы получили спасение, вы должны за что-то начинать платить. Понятно, о чем идет речь? Я, в принципе, вот и вопросы задавал, вот за то, что вы сейчас только что сказали. За что? За то, что не надо платить. Ну, что именно за спасение, как бы, что я... А за спасение? Я же не говорил, для чего платить. Когда я говорил о том, что нужно платить цену, я говорил об общении с ним, о потребности в общении с ним, насколько дорого общение с ним. Но я никоим образом не затрагивал вопросы, связанные с чем? Со спасением. Когда вы приходите в понятие иудаизма, то вы, рассматривая это, пока о спасении не говорите, а говорите об общении. И когда мы рассматриваем ветхозаветние жертвы, мы говорим о чем? О цене, которую они платили за общение с ним. Ведь мы выпускаем очень важную деталь из рассмотрения нашего с вами. Мы говорим, есть некий закон, он был сводом определенных правил и поступков, которые должны были соблюдать люди. Правильно? Синайский закон. Это свод определенных правил для того, чтобы люди поступали определенным образом. Так или нет? Так или нет? Они должны были приносить жертву. Да? Да. А что они взамен получали? Общение. Цель всего была не принесение самой жертвы, а цель вхождения в общение. Приводил в общение с Творцом. И вы не поверите, Новый Завет приводит вас куда? Туда же, только путем новым и живым. Ну вот в иудаизме там приносились жертвы, там овны, там все остальное, как бы за какие-то определенные грехи были какие-то определенные жертвы. И как бы, ну смысл это, насколько я понимаю, что жертва, смысл в том, чтобы как бы прощение грехов. Потому что как бы... Это кто вам сказал? А? Кто вам сказал? Ну это мое понимание, потому что грех... Хорошо, все, я понял. Давайте мы тогда после перерыва рассмотрим его. Спасибо. Спасибо. Спасибо.